Бейск и Белокуриха – пионеры мусорной реформы. Их чистоту контролирует уже не муниципалитет, а региональный оператор, компания, за которой сбор, перевозка и утилизация отходов. В январе эта схема заработает во всех семи мусорных зонах края. В шести имена рекоператоров известны. Седьмого участника из Рубцовска проверяет ФАС после многочисленных обращений конкурентов фирмы. Бизнес, связанный с захоронением отходов, это бизнес, который только всегда немножко местами находился в серой зоне. Возможно, некоторые противодействия со стороны тех людей, тех организаций, которые занимались подобной деятельностью. В ближайшее время определим победителя по Рубцовской зоне. На реализацию мусорной реформы рекоператор получит из Федерации 12 миллиардов рублей. Большая часть пойдет на восстановление земель после хаотичных свалок. Еще часть на объекты временного размещения, станции погрузки и сортировки мусора. Предполагается, что в дальнейшем схема должна работать от экологического сбора и платы за негативное воздействие. Деньги на это будут. Ведь до 2025 года эта самая плата вырастет в 8 раз. Но пока власти оперируют более скромными цифрами – 70 рублей. Столько, по словам министров, составит новый тариф на вывоз мусора на одного человека. Хранить отходы будут всего на пяти полигонах. Если мы примем все условия и будем вычленять полезные компоненты, достойно перерабатывать и сортировать этот мусор, то до захоронения будет доходить 40%. Направить на захоронение лишь только ту часть, которую мы не можем переработать. Переработать мы не предусматриваем на территории Алтайского края строительство гигантских мусоросжигательных заводов. То, что для себя считаем, что объем у нас отходов невелик. А в селах, где точно начнутся проблемы с регулярным наполнением мусоровозов, скорее всего, установят контейнеры, куда планируют складировать отходы до их вывоза. Разместить контейнеры необходимо до конца текущего года, ведь с нового мусорную реформу уже начнут активно реализовывать на практике. Татьяна Голубева, Анастасия Дороган, Николай Шелкон. Наши новости. Продолжение следует... Продолжение следует...